Здравствуйте! Совместно с Федеральной газетой «Аргументы недели» мы начинаем цикл программ расследования. Общественно-политическая газета «Аргументы недели» давно уже проводит журналистские расследования, реагируя на обращения граждан и компаний, ищущих защиту в средствах массовой информации от глупости и равнодушия чиновников, произвола правоохранительных органов на местах, алчности судебных исполнителей, рейдерских захватов. Высокий тираж газеты и известность ее позволяют привлекать внимание общественности и органов государственной власти, происходящим в событиях в нашей стране. «Партия ЛДПР не будет равнодушно взирать на происходящее в стране, где коррупция разрослась до масштабов пандемии. Ведь мы работаем ради граждан, патриотов России. Мы призваны защищать людей, имеющих право жить достойно». Поэтому ЛДПР-ТВ совместно с издательским домом «Аргументы недели» на базе опубликованных журналистских расследований запускает остросюжетную телепрограмму с одноименным названием «Аргументы недели». В этом выпуске вы узнаете, как планомерно уничтожается крупнейшее предприятие авиакосмической промышленности России НПО «Молния» и кому это может быть выгодно. Есть ли совесть у чиновников? Почему россиян кормят хлебом для скота? И куда пропала первосортная мука? Можно со всех трибун повторять мантру «Мы – великая космическая держава». Великое прошлое у нас, граждан России. Его не отнять ни безумной реформы образования, ни прошлой воровской приватизации. Мы и в самом деле были великими, первыми, и вся страна чувствовала причастность к полету Гагарина. Другое дело в настоящем времени – произносить эти слова правонеловко. Очень трудно объяснить издевательство над самым продвинутым и мощным космическим активом страны – научно-производственным объединением «Молния». Гражданами Великой Космической сейчас смело себя называют американцы. Вот-вот и Китай объявит, что он царь горы. Кто бежит за мечтой? Для НПО «Молния» специально подбирали место – Южная Тушина, железнодорожная ветка, рядом каналы и Москва-река. По сей день есть возможность изготовить аппарат любого размера и вывезти его по воде куда угодно, например, в ГКНПЦ имени Хруничева или на испытания в Жуковске. Но что-то давненько ничего не везут. Наши космонавты интересуются у конструкторов, когда они начнут что-то делать. Это интересно знать и не только космонавтов. Неужели забыли даже то, что умели? Американцы не скрывают, что, например, «Дримчайзер» слезнули с молниевского бора, не просто скопировали внешний вид, но и как-то добыли аэродинамические расчеты и результаты продувок советского аппарата. Учили летать «Бор» в атмосфере летчики-испытатели Игорь Волк, Валерий Минецкий, Петр Остапинг, Александр Федотов и Василий Урядов. «Бор-4» помимо суборбентальных выполнял и четыре орбитальных беспилотных полета. Но это было три с лишним десятка лет назад. А новый американский космоплан предназначен для доставки на низкую околоземную орбиту грузов и экипажей численностью до семи человек. Взлет по ракетному, посадка по самолетному. И название у американца соответствующее «Дримчайзер», то есть «Бегущий за мечтой». РКК «Энергия» усердно работает над «Пепелацем». Так между собой конструкторы называют перспективный пилотируемый транспортный корабль «Федерация». Он и в самом деле очень похож на межгалактический экипаж из фильма «Кинзадза» и совершенно не оригинален. Американцы пошли разными путями. Сделали такие же пепелации и по-тихому, без особого шума, начали работы в области крылатого космоса. Задел на молнии собран колоссальный. Неспроста создавали это спецпредприятие. Задачу поставили амбициозную – догнать и снова обогнать американцев в космической гонке. Получилась своего рода сталинская шарашка. Только в шарашке 40-х инженерно-конструкторскую мысль загоняли силой, обеспечив высококолорированными пайками и надзирателями. В 70-е на молнии собрались специалисты-добровольцы со всей страны, мечтающие о прорыве в дальний космос. Их завалили деньгами и дали возможность створить. А для того, чтобы лидировать, нужно, выражаясь языком экономистов, для начала снизить затраты на килограмм полезной нагрузки, выводимой на околоземную орбиту. Приоритетный на сегодня путь – обеспечить многоразовое использование техники. Знаменитые американские шаттлы и наша система энергия «Буран» – не более чем шажок к решению этой задачи. Сверхтяжелая ракета, носитель «Энергия», со всеми ее дорогущими системами и двигателями, была одноразовой. «Буран» вернулся, а от гигантской ракеты остались одни лишь воспоминания и кадры фотохроники. Та же самая история подкостила американскую систему «Спейс Шаттл». Корабль, конечно, возвращался на Землю, но затраты на подъем пресловутого килограмма были непомерно велики. Гиперзвук. Гиперзвуковым изделием считается любой аппарат, способным мчаться в атмосфере Земли быстрее пяти скоростей звука. Желательно, чтобы он имел собственный двигатель, был управляемым и мог маневрировать самостоятельно. А еще был бы и многоразовым. То же самое можно сказать о ракетных и аэрокосмических технологиях и экспериментах. И так продолжалось до 1989 года. Собрали колоссальный объем информации, с которым еще предстоит разбираться. Но поскольку работали на определенные цели и задачи, многое очень перспективное откладывалось на потом. Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. А потом, как известно, пришли разгромные и продажные 90-е, которые для НПО «Молния» продолжились и в 21 веке. В 1993 году на предприятие приезжает американская делегация, которая по большей части состояла из кадровых сотрудников спецслужб США. Сразу после их визита предприятия начинают крушить. Но даже для либералов Гайдаровского призыва это оказалось крайне непростой задачей. В 2007 году «Молния» получает сразу три госконтракта по гиперзвуковым технологиям. Работали плотно с ЦАГи. И в 2008 году там сделали не просто аналог американского гиперзвукового Х-51, а куда более серьезный аппарат, причем на базе наших, а не американских технологий. Получился гиперзвуковой летательный аппарат, скорее самолет, а не ракета, с большой дальностью и к тому же многоразовой. И в этот момент все искусственно тормозится. Закрывается финансирование программ, меняется руководство фирмы. Приказ уничтожить. И по всем предприятиям, которые тем или иным боком работали с НПО «Молния», прошло такое указание. И в их канале началась. В ряде фирм были уничтожены практически все архивы по этой системе. Результаты экспериментов в комплексе с кораблем «Буран». Сразу надо отметить, что в НПО «Молния» эти материалы пока живы. Не удивлюсь, что кое-что из этого археологического задела показывали в начале этого года президенту Владимиру Путину. 2008 год. Обрушение ангара с «Бураном» на Байконуре. В 2015 году на Тушинском машиностроительном заводе сгорает цех. Площадь пожара 15 тысяч квадратных метров. В сводках это проходило как склад с машинным маслом. А на самом деле это был самый современный на заводе цех номер 110, где располагался контрольно-испытательный комплекс с огромной БЗХ-овой камерой, где собирали и готовили «Буран» к полету. Специалисты НПО «Молния» выходили в правительство Российской Федерации с просьбой сохранить именно этот цех и еще несколько объектов и создать авиационно-космический центр. Мы узнали у знакомого инспектора пожарной охраны, что это было. Отвечают уверенно, между нами это поджог. Вернемся в 2010 год. НПО «Молния» готовит к полету очередное перспективное гиперзвуковое изделие. Как говорят специалисты, готовились полететь. И тут приходят очередные руководители. Начинают схлопываться разработки, тема за темой. К конструкторам не подписывали графики работ, заявляли, что нет денег. Военным докладывали о неготовности и недостатке средств. Новое руководство отправилось к смежникам, которые готовили совершенно новый гиперзвуковой двигатель и работали за совсем небольшие деньги. После визита этих товарищей цена вопроса выросла аж в два раза. То же самое происходит с комплектующими деталями. Чудеса или планомерная работа на отсутствие результата. Дальнейшие действия руководителей труднообъяснимы. Они на ровном месте запускают процедуру банкротства по ушу загруженного работы НПО «Молния». Тема закрыта, никто никуда не летит. И по удивительному стечению обстоятельств в это же время, 2011 год, американцы запускаются с тремя аналогами аппаратов разработки НПО «Молния». И они-то как раз летят. Один из аппаратов Х-37В, второй Х-51, а третий совсем закрытый. Вот и пришли серьезные ребята и начали топить НПО. Упорно распространяя слухи, мол, НПО «Молния» – труп, чемодан без ручки, который нести тяжело и бросить жалко. Этот бред и сейчас гуляет в высоких кабинетах. Топили-топили, но не утопили. В начале 90-х, когда экономикой управляли фактически вассалой Соединенных Штатов, когда были министры, экономисты, советники президента, все отчитывались в США о том, какая нам нужна промышленность, о том, какая нам нужна отрасль, а какую отрасль нужно ликвидировать. И проводили такую политику в России. Огромное количество предприятий оборонного сектора, огромное количество предприятий, отвечающих за космос, за разработки, за научные исследования были либо ликвидированы, либо доведены практически до банкротства. Поэтому сейчас очень тяжело все это дело восстанавливается. Но, тем не менее, хорошо, что в бюджете еще присутствуют средства на развитие и военных технологий, и военных предприятий, и предприятий, связанных с космической деятельностью. Сейчас огромное количество появилось частных заказчиков. Это, в основном, конечно, зарубежные заказчики, которые размещают в России заказы и на разработку спутников, на разработку технологий и на платные пуски, так называемые. Они закупают или в России, или в других странах спутники, спутники связи, которые используются и для интернета, и для телефоней, и для телевидения. То есть сейчас именно платная космонавтика является локомотивом отрасли российского космоса. Ну и, конечно, пилотируемый космос – это тоже мы являемся лидерами, и Соединенные Штаты вынуждены с нами иметь тоже договора, хотя по всем остальным позициям они ввели санкции. Но вот по космосу они с нами продолжают сотрудничать, закупают у нас ракетные двигатели. Ведущих конструкторов НПО «Молния» лишают допусков к секретным разработкам люди, которые сами допуска Гастайне не имеют по определению. «Молния» – серьезные предприятия даже стали обходить стороной. О каких секретных разработках можно говорить, если там в руководстве непонятно, кто засел? В результате роль головного предприятия оказалась неопределена. Без «Молнии» вопрос решен быть не может. Ученые Жуковского стонут. Это не наша, мы наука, а тут надо с железом работать. Мы поможем, испытаем, обсчитаем, но это дело молнии. Фракция ЛДПР всегда настаивала на том, что Россия должна развивать конкурентоспособные отрасли. Не всякого сомнения, космическая отрасль, научно-технические предприятия, научно-производственные наши предприятия – это те сферы, где Россия может получать очень серьезную прибыль, если мы говорим о вкладывании в высокотехнологические отрасли. Разумеется, НПО «Молния» – одно из таких ведущих агентств, площадок, где Россия может получать очень серьезные преференции. Вне всяких сомнений, космос, его освоение и участие России в этом процессе является очень серьезным имиджевым направлением в поддержании статуса великой державы, великой страны, научной державы, в которой очень большое внимание и бюджетные средства выделяются на научно-технологический прогресс и исследования. Поэтому, разумеется, с учетом того, что в мире идет глобальная конкуренция, в том числе и в космической сфере, и наши западные заокеанские стратегические друзья Соединенные Штаты не дремлют. Более того, используя околозаконные методы внедрения, используя очень часто коммерческий или государственный шпионаж, они стараются получить информацию о секретных или под грифом ограниченного пользования разработках российских корпораций Роскосмоса в первую очередь. И, конечно, желают вывести на рынок раньше нас определенные перспективные образцы. Вот выдержка из обращения героя Советского Союза, ведущего летчика МКС «Буран», президента Фонда содействия национальным проектам Игоря Волка к президенту России Владимиру Путину. Для обеспечения принципиальной возможности разработки ряда проектов перспективных образцов и гиперзвуковой ракетно-космической техники, в том числе включенных в федеральные государственные программы, необходимо безусловное сохранение и использование потенциала ОАО «НПО «Молния» как единого научно-производственного комплекса и полноценное создание научной школы. В современных условиях развития отрасли решение о сохранении ОАО «НПО «Молния» не имеет альтернативы, особенно с учетом резкой активизации деятельности иностранных конкурентов в этой области техники. Одним из возможных вариантов полноценного возрождения «Молнии» представляется включение фирмы в научно-производственную сферу деятельности ГК «Роскосмос». Одна из главных бед «НПО «Молния»» в том, что предприятие входит в ГК «Ростех». «Молния» для «Ростеха» оказалась падчерицей, непрофильным активом. Ей самое место в «Роскосмосе». Это же очевидный факт. Хлеб. Хлеб всему голова. Как часто большие чиновники любят цитировать эту русскую поговорку, красуясь на фоне налитого пшеничного колоса. Однако качество одного из главных продуктов простых россиян вызывает только негодование. Это закономерный результат правительственной политики. Впрочем, обо всем по порядку. Наша страна полностью закрывает свои потребности в зерне. Это, как говорится, медицинский факт. В 2015 году комбайнеры выдали на гора 62 миллиона тонн пшеницы. На 2 миллиона тонн больше, чем в 2014 году. Немного подкачала рожь. В текущем сезоне общий рожай пшеницы ожидается в районе 57-59 миллионов тонн. На горбушку хлеба должно хватить с избытком, да еще и на пряник остаться. Ведь внутреннее потребление хлебопекарной промышленности гораздо скромнее. Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Ни в одном открытом источнике нет сведенных данных о том, сколько в России выращивается пшеницы по классам – от высшего первого до фуражного пятого. Сколько необходимо под тем же классом для выпечки хорошего хлеба для всего населения нашего. И сколько и какой пшеницы можно экспортировать. Отдельные цифры приходится выуживать по крупицам. Большая часть пшеничного рожая – это зерно, в котором содержится самый минимум полезных веществ. Но в сознании юристов из лесокартонной промышленности, которые руководят нашим правительством, зерно, оно и есть зерно. Какие там классы? Продавать-то надо. Тем более, что сейчас из-за девальвации национальной валюты дело это исключительно выгодное. Самое интересное, что практически весь рынок экспорта российского зерна оккупирован несколькими дочками крупных западных компаний. Обороты-то миллиардные. Государство же от этого канала имеет только относительно небольшие отчисления от экспортной пошлины. Причем, чем лучше зерно, тем оно дороже на внешних рынках. Поэтому доля зерна третьего и четвертого классов в экспорте растет в арифметической прогрессии. По некоторым оценкам, сейчас такая пшеница занимает до половины, а то и до три четвертей нашего зернового экспорта. Казалось бы, надо радоваться. Пшеница, в отличие от нефти, ресурс возобновляемый. Расти и продавай, только о себе не забывай. Но дело в том, что рядовые граждане страны становятся при этом людьми второго сорта. Иначе трудно расценить активно пропихиваемые некоторыми отечественными, зарубежными лоббистами законодательные поправки, которые разрешат использовать для выпечки хлеба муку даже из зерна пятого класса. Его еще называют фуражным, потому что годится оно только на корм скоту, свиньям и птицам. Но вместо свинарников этот корм попадает к нам на стол. В этом проекте сошлись интересы многих игроков. Части крупных зерновых экспортеров, которым выгодно продавать за рубеж как можно больше зерна более высоких классов. Руководство ряда агрохолдингов. Свою прибыль они возьмут объемами поставок. Ведь себестоимость выращивания, хранения и переработки зерна с низким уровнем клейковины ниже. Выгодят даже хозяева некоторых больших хлебозаводов. Им надо узаконить то, что они уже делают. Качество же производимого внутри страны хлеба мало кого из них беспокоит. Они живут не в нашей стране или могут себе позволить настоящий батон, рассказал крупный агрочиновник. Про настоящий хлеб чиновник упомянул не случайно. То, что мы сегодня покупаем в магазинах, причем разной ценовой категории, хлебом можно назвать с большой натяжкой. Скорее дешевым кормовым продуктом, пищевая ценность которого стремится к нулю, если не уходит в минус. И это при том, что на него приходится до 30% минимальной потребительской продовольственной корзины. Должны обеспечить выживание самых малоимущих наших пенсионеров, безработных детей. Проблему признают даже в некоторых федеральных надзорных ведомствах. «Мы все видим, что качество хлеба деградирует буквально на глазах. Нарушена его структура, так как хлеб выпекается не по обычной опарной технологии, а по ускоренной. Получаются хорошие муляжи, и внешне практически невозможно отличить хлеб, выпеченный по традиционной технологии от фастфуда», заявил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Увы, но что-либо исправить даже надзор не может. Качество муки, а тем более хлеба, контролировать он не имеет права. Этим достаточно успешно занималась Государственная хлебная инспекция, ведущая начало от хлебных инспекторов эпохи Петра Первого. Она окончательно сформировалась в 1923 году, но приказала долго жить в конце 2004-го с подачи тогдашнего премьер-министра Михаила Фродкова. Правительство уже озаботилось этим вопросом. Сейчас есть целая программа так называемых зерновых интервенций, когда государство выделяет определенные денежные средства, закупает зерно у производителей, когда это зерно в избытке, и зимой, когда дефицит зерна, продает его по фиксированной цене, чтобы не допустить роста цен. Мы считаем, что правительство должно помимо этого инструмента использовать еще инструмент планирования, когда со всех регионов необходимо собрать статистику о том, какое количество хлеба потребляется в год в Российской Федерации. Необходимо, безусловно, наладить очень тотальный и внимательный надзор за качеством этого зерна, за качеством муки, за качеством хлеба, чтобы этим занималось одно ведомство, а не как сейчас три ведомства, которые занимаются контролем. Одно ведомство в поле, одно ведомство на элеваторе, одно ведомство на пекарне, и уже четвертое или пятое ведомство занимается контролем качества на полке магазина. Конечно, такой бардак приводит к тому, что качество теряется, потому что невозможно совместить все эти проверки, все эти надзорные мероприятия, и получается, что у семьи нянек дитя без глаза. Поэтому такое ужасное количество фальсифицированного хлеба, и не только хлеба, и других продуктов. Сегодня вместо полноценного сквозного контроля от качества зернышка до буханки на нашем столе, мы имеем три независимые друг от друга структуры. Это Россельхознадзор, который занимается контролем за качеством зерна, крупы, комбикормов при экспортно-импортных операциях, закупках зерновых при интервенциях. Это Роспотребнадзор, осуществляющий контроль за качеством муки и хлебопродуктов. И, наконец, независимые сюрвайверы, частные компании, зачастую дочки иностранных фирм, занимающиеся сертификацией зерна на внутреннем рынке. Эти частники впервые в российской истории были запущены на рынок государственной продовольственной безопасности. Понятно, что весь этот бардак был организован совершенно сознательно. Мы поговорили с казаками из Ставрополя. У них своя пекарня. Они прямо сказали, у нас нормальной муки нет. Все качественное зерно отправляется в порт и уходит на экспорт. Нам остается фуражное, которое после помола улучшают химией. На рынке много фуражной муки, которую вообще отбеливают хлором. Изначально она серая. Даже в тяжелые для Советского Союза годы хлеб выпекался только из пшеницы не ниже третьего класса. Ее в общем объеме урожая было до 80%, а сейчас меньше 50%. Когда в неурожай такого зерна не хватало, то закупали за рубежом. Но никогда не возникало даже мысли использовать фуражное зерно для производства хлеба. Для соблюдения качества всего процесса необходимо возродить госхлеб, инспекцию в прямом подчинении правительства. И, конечно, никаких гостов отменять нельзя. Поднимать же вопрос о фуражном зерне, которым собираются нас кормить при тех объемах нормальной пшеницы, которая сейчас выращивается в стране, это просто государственная измена. Услышат ли его слова о высоких кабинетах, в которых, судя по известной фотографии Медведева и Путина с прекрасными настоящими караваями на столе, о фуражном зерне даже не слышали. Кстати, восстание на броненосице Потемкин, Таврический, летом 1905 года, началось из огнилого мяса, которым пытались накормить простых матросов. Мы поговорили с руководителем зернового хозяйства из Бензенской области Анатолием Шугуровым. Вот его аргументы. В Пугачевском себестоимость килограмма зерна в 2015 году составила 3 рубля 49 копеек. На Благодатной Кубани около 8 рублей. В среднем рыночная цена пшеницы третьего класса составляет порядка 10 рублей за килограмм. Для своего экологически чистого зерна в апреле поставили свою, причем отечественную барнаульскую мельницу. Ведь на обычном элеваторе наше зерно попадает в общую кучу. На элеваторе его смешивают с низкоклассным, насквозь прихимиченным. Производство пока небольшое, до 3 тонн в сутки. Мельница обошлась относительно недорого, меньше чем в 6 миллионов рублей, и дает высшие первые сорта. Хлебопекарная промышленность в массе почему-то не заинтересована в том, чтобы брать биозерно и печь из него здоровый и полезный хлеб. Мы сделали исследование нашей муки на клейковину, получилось 36%. Никаких улучшителей добавлять не надо. Высочайшее качество по меркам современной хлебопекарной промышленности даже перебор. В фуражном же зерне клейковины содержится всего 8-16%. И это повод импортировать из-за границы искусственные заменители. Никто во власти не думает о здоровье людей. И это печально. Продолжение следует...